В Луганской Народной Республике проводится активная интеграционная деятельность Российской Федерации. Это касается самых разнообразных направлений, например, работы Министерства и ведомств для приведения в соответствие с российскими стандартами работы. Российская Федерация оказывает всестороннюю помощь Луганщине, как и Всероссийская политическая партия «Единая Россия», которая находит широкий отклик в умах и сердцах жителей Луганской Народной Республики. Они подают заявление на вступление в ряды членов партии и разделяют ту работу, которая сегодня проводится не только в республике, но и на освобожденных территориях. Это не только объединяет, это делает нас единым целостным механизмом. Сегодня Всероссийская политическая партия «Единая Россия» перерастает настоящими патриотами, патриотами русского мира, патриотами России. И я считаю, что та работа, которая сегодня проводится нашим координатором партии «Единая Россия» на территории Луганской Народной Республики, Рябичем Викторовичем, она сегодня не имеет аналогов, наверное, и в России, потому что это связано и с его активностью, и, самое главное, с желанием людей. Желанием людей быстрее, чтобы наступил мир на Луганщине, чтобы быстрее люди вошли в систему Российской Федерации. И сегодня вы были свидетелями нашего разговора с руководителем налоговой службы, когда я говорил Сергею Алексеевичу, что сегодня законодательство Российской Федерации, правоохранительная практика сегодня и в прокуратуре, и в органах МВД, и в самом аппарате главы администрации «Единая Россия» пасечника, она уже максимально адаптирована к российскому законодательству. И главное, чтобы налоговая служба тоже была к этому адаптирована, потому что сегодня открываются границы, открывается больше переходов, будут сняты таможенные барьеры, начнется товарооборот продукции, которая здесь производится. И фермеры, малый и средний бизнес должны понимать, в каком они регламенте работают, при каком законодательстве. И, естественно, налоговая служба здесь должна очень быстро, оперативно перестроиться. Ну и самое главное, что на сегодняшний день на территории Луганской Народной Республики 3200 уже членов партии, и 11 тысяч заявлений обрабатываются. Представьте, в ближайшее время на территории Луганской Народной Республики будет 14 уже тысяч. Не в каждом субъекте Российской Федерации есть такое количество членов партии. И самое главное, оно прирастает. Я приезжал на территории Новойдарского района, Рубежное, Старобельск. Люди, кроме своих вопросов, проблем, которые у них существуют, они задают вопросы. Мы хотим быстро получить паспорт к развитию Российской Федерации, и мы хотим стать членами партии «Единая Россия». Виктор Петрович Водоладский вручил партийные билеты Всероссийской политической партии «Единая Россия» сегодня, 27 апреля, в актовом зале Государственного комитета по доходам и сборам Луганской Народной Республики. Эта работа продолжается на постоянной основе, и количество желающих стать членом партии «Единая Россия» в Луганской Народной Республике постоянно растет. Всероссийская политическая партия будет максимально делать, чтобы здесь быстрее восстановилось все разрушенные здания и сооружения. Чтобы наши дети 1 сентября пошли в школы с новыми программами по обеспечению, чтобы мы будем завозить сюда учебники, металлические пособия и высшие учебные заведения, самое главное в детские и дошкольные учреждения. Нужно детей с школы, с садика до вуза переформатировать в ту программу, по которой они будут дальше жить. И для нас это основная задача. Да, экономика хорошо, да, восстанавливать мосты, дороги, здания, это тоже здорово. Но воспитание подрастающего поколения у нас в партии – это одно из основных направлений. И в ближайшее время вы станете свидетелями, я думаю, в дню республики, может быть, или в эти дни, когда будет сформирована молодая гвардия «Единой России» на территории Луганской Народной Республики. Потому что у нас есть два крыла – это сторонники и молодая гвардия. А для Луганска молодая гвардия – это не пустой звук, это подвиг молодогвардейцев. В 18-м году мы все отмечаем величайший подвиг наших краснодонцев. И молодежный, кажется, актив «Единой России», он называется «Молодая гвардия». Мы взяли то название, тот подвиг, которым гордится и на котором воспитываем сегодня молодежь. Поэтому я уверен в том, что молодая гвардия Луганской Народной Республики в структуре молодой гвардии России будет занимать ведущее место, потому что своей активностью, своим патриотизмом наша молодежь заслужила. Разработана дорожная карта, которую курирует векци-премьер Российской Федерации. Президент дал поручение в ближайшее время начать работы по восстановлению разрушенного народно-хозяйственного комплекса Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В ближайшее время здесь будут тысячи строителей. Вы увидите огромное количество техники, которые будут делать новые дороги, строить новые мосты, менять инфраструктуру коммунальную, свет, вода, канализация, ну и, естественно, строить те дома, которые разрушены. А благодаря работе координатора Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Луганской Народной Республике Виктора Дроновича Рябищева все больше вопросов, с которыми обращаются граждане, решаются прямо здесь, в республике, что очень важно для населения. Уважаемые друзья, вот сегодня выпала честь, Сергей Алексеевич собрал коллектив, и мы вручили партийные билеты. Лучшим из лучших. Что я хотел бы сказать? Вот коллектив, который возглавляет Сергей Алексеевич, и вот сегодня мы убедились, это те люди, которые с 2014 года взялись вместе, организовали службу, и она работает. Она доказала, что в трудное время, в состоянии работать, выполнять поставленные задачи, и мне очень приятно. А почему еще приятно? Потому что часть сотрудников – это выпускники Далевского университета, и Сергей Алексеевич всегда беспокоится за студентов, потому что еще продолжает учиться. И вот у нас такая связь, дружба, и мне это радует, а тем более сегодня приумножилась партия наша, и сотрудники этого ведомства подсоединились, и вместе мы будем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Виктор Домович, я вам очень благодарен, спасибо огромное за оценку, за то, что вы были у нас. Я считаю, это у нас ответственное время сегодня, ответственный и день. Единая Россия сегодня на 44 человека увеличилась. Благодаря вам, вашему участию, значит, я хочу сказать о том, уверить вас, что финансовая безопасность Луганской народной республики нашей службы будет обеспечена в полном объеме. Все планы, те, которые бюджетная роспись Минфина, все социальные пособия, все будут вовремя профинансированы и выплачены. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам за это время, за это день. Перед мероприятием состоялась экскурсия по музею Государственного комитета по доходам и сборам Луганской народной республики, где гостям показали, как проходило преобразование налоговой службы на всем ее историческом пути. Нам интегрироваться, мы готовы к этой работе. Мы знаем сложности. Это будет первая сложность. Это будет у нас написать программное обеспечение. Его надо как-то правильно применять к тем законам, как это есть. Мы уже потихонечку прорабатываем это. Мы уже считаем, что мы неотъемлемая часть России. Конечно, нет. Мы готовимся к этому. Мы открыли практически, у нас открыты все инспекции, которые присоединились к нам до этого района. У нас открыты Беловоз, Тарабельс, Новайдар и там филиалы открыты. Практически все проходят перегрегистрацию. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» продолжает свою работу по оказанию помощи гражданам молодых республик Донбасса. Представители партии всегда очень оперативно откликаются на просьбы и заявления граждан. А благодаря работе Центра по работе с обращениями граждан, который расположен в первом корпусе Луганского государственного университета имени Владимира Даля и горячей линии «Единой России» в Луганске, эта деятельность становится все более эффективной и адресной.